Здравствуйте, сегодня у нас в студии Михаил Маслов, инспектор управления ГИБДД по Владимирской области. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Вот сейчас такая погода переходная, в ближайшие дни опять обещают снег. Скажите, пожалуйста, готовы ли владимирские водители к зиме и пора все-таки перебываться или можно еще подождать? Дело в том, что мы уже более полутора недель предупреждаем водителя о изменении погодных условий. Старались отметить, что необходимо все-таки переобуть покрышки с летних на зимние. В ближайшее время даже законодатели хотят обозначить именно временной переход на зимние покрышки. По нашему мнению, это правильное решение. Это позволит автолюбителям своевременно переходить на зимние виды резины и избегать тех дорожных происшествий, которые, как правило, происходят в эти первые дни. Когда появляется на дорогах снег, водители, как правило, почему-то не готовы. Не соблюдают скоростной режим в сложных метеорологических погодных условиях, дистанцию до впереди идущих транспортных средств. В результате чего происходят небольшие столкновения, которые затрудняют работу общественного транспорта и не позволяют участникам дорожного движения своевременно добраться до места, куда им необходимо. Из-за этого заметно увеличилось количество аварий в последнее время? Если говорить именно о первых днях, когда наступает зимний период, количество столкновений и происшествий увеличивается, порядка 2-2,5 раза. Из-за этого сотрудники госинспекции ведут работу почти в авральном режиме, и движение затрудняется, и проблемное действительно возникает, и недовольство у граждан, хотя все эти проблемы идут от самих автолюбителей, которые не соблюдают ПДД. Скоро выпадет снег, и понятно, что если машины припаркованные обочины не убирать, то убирать дороги будет проблематично. Городские власти с госавтоинспекцией как-то согласовывают схему эвакуации машин с каких-то главных улиц? На всех зауженных участках дорог, где у нас проходит маршрут общественного транспорта, если это мешает бесперебойной работе, установлены в этих местах ограничивающие дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку. В зоне действия этих знаков сотрудниками госинспекции могут быть составлены административные протоколы, и также применяется эвакуация транспортных средств. Даже если водитель отсутствует на месте, то инспектор может вызвать эвакуатор, составить акт и направить машину на охраняемую стоянку, если она действительно мешает проезду других автомобилей, то есть существуют какие-то препятствия. Что касается большегрузного и грузового транспорта, то также остановка и стоянка в ночное время на территории города Владимира таким транспортным средством запрещена. Эта стоянка должна осуществляться или на охраняемых стоянках, в гаражных кооперативах или в различного рода ангарах. То есть на внутриквартальных и других дорогах таких транспортных средств быть не должно. Если будут нарушены эти требования, такие транспортные средства также будут эвакуированы. А но все-таки будет как-то работа по эвакуации усилена зимой? Все будет зависеть от того, где будут возникать серьезные проблемы у нас с дорожным движением. Потому что основная задача господинспекции – это бесперебойное движение транспорта. И если действительно проблемы существуют и они будут достаточно глобальны, то в рамках действующего законодательства мы будем применять все санкции, которые только возможны. А вообще штрафы за неправильную парковку еще летом увеличились. Заметно, что нарушений в этом плане стало меньше или пока у нас не появится дополнительных стоянок, кардинальных изменений не будет? Многие водители уже ощутили на себе новые санкции. Многие, придя к своему автомобилю в обычное место, где он его оставлял, не обнаружили его. Сразу беспокоились, что автомобиль гнали. Когда узнавали, что автомобиль эвакуирован на охраняемую стоянку, то тут, конечно, они были достаточно расстроены. Потому что сумма, которая предусмотрена не только кодексом административным правонарушением за нарушение требований знака, это полторы тысячи рублей, то им еще приходится оплачивать и эвакуатор. Поэтому в дальнейшем, конечно, желание нарушать, оставлять свою машину в зоне действия знака или в нарушении правил остановки и стоянки у многих отпадает. Ежедневно на территории области порядка 10-15 автомобилей эвакуируются за нарушение данного вида. И эту работу мы проводим на постоянной основе. Определенные наработки и результаты, конечно, уже есть. Но зачастую все зависит от того, есть ли инспектор на этом месте. Как инспектор приезжает, машина сразу исчезает или эвакуируется. Потому что граждане понимают, что здесь остановиться нельзя. Хотя все прекрасно знают правила дорожного движения, но культура по-прежнему достаточно на низком уровне. Ну и, конечно, существуют проблемы и парковочных мест. Это касается больших районных городов и нашего областного центра. Но вот в Владимире эта работа ведется все-таки в основном в центре или спальные районы как-то тоже затрагиваются? Мы стараемся больше работать на центральных магистральных улицах города для того, чтобы осуществить бесперебойную работу транспорта. Чтобы это не создавало каких-то проблем для других участников дорожного движения. Потому что все эти места, где происходят заужения проезжей части, в итоге приводят к небольшим столкновениям. В итоге остановится весь поток и страдают тысячи автолюбителей и простых жителей города. Вот сейчас в городе идет масштабная социальная кампания, направленная на пешеходов. Расскажите, пожалуйста, что это такое? С начала ноября текущего года на территории Российской Федерации стартовала социальная кампания «Пешеходный переход». Цель ее это соблюдение правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями транспортных средств при проезде пешеходных переходов, особенно нерегулируемых. Именно большое количество дорожных происшествий происходит у нас именно на нерегулируемых пешеходных переходах. Ежедневно на территории области порядка одного-двух происшествий происходит, в том числе и с тяжкими последствиями, когда пешеходы погибают. И эта проблема существует на территории всей страны. Поэтому определенная работа проводится самими пешеходами, то есть им рассказываются их права, обязанности, правила безопасного перехода, таких переходов. И акцент сделан не только на подрастающих поколений, то есть на детей, но и на другие категории участников дорожного движения. Также работа проводится и с водителями, для того, чтобы теми санкциями, которыми мы располагаем, заставить соблюдать правила дорожного движения и уважать именно пешеходов. А сейчас очень часто происходит так, что пешеходы пренебрежительно относятся к автолюбителям, а автолюбители, в свою очередь, не любят пешеходов. Очень часто возникают проблемы такого плана, что подростки или уже люди в возрасте, переходя проезжую часть, разговаривают по телефону, в ушах находятся наушники. То есть, когда выходят на пешеходный переход по странам, не смотрят, все это приводит к дорожно-транспортным происшествиям. И когда начинаем разбираться, ну почему же мы так себя вели, ответы, конечно, достаточно банальны. Я думал, я на переходе, меня здесь все должны пропускать, уступать мне дорогу. Хотя они думают о том, что автомобиль все равно необходим ему для того, чтобы остановиться какое-то время. И пугают то, что серьезная тяжесть последствий в таких происшествиях. Потому что пешеход это самый незащищенный участник дорожного движения. И получая травму от автомобиля, зачастую она несовместима с жизнью.